Итак, молимся. Господи, благослови предстоящие занятия, не дай нам уклонительно на право и на лево истинного понимания Божественных Слове Твоих, пребудь с нами. Хвала Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Глазок не работает. Глазок-то не работает, не работает. Так, слышно меня хорошо? Отлично. Глазок-то не работает. Итак, если я правильно помню, мы остановились на деяле Святых Апостолов 13 главу закончили, так? Там говорилось последний стих, что гнали учителей только у христиан радость, когда их гонят. Вот такой комментарий. Вспомнили, да? Сейчас я вот еще последние стихи прочитаю 13 главы. И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрязши на них прах от ног своих, пошли в иконе, а ученики исполнились радости и Духа Святого. Вспомнили, да? О женщинах говорили, что вот как же и так, о подстрекательстве. Итак, Деяния святых апостолов, 14 глава, с 1 по 3 стихи. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробовали здесь довольно времени, смело действия о Господе, который, во свидетельство слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Толкование. Не сделались боязливее, но опять вошли в синагогу. Встречу обращались они обыкновенно, как к иудеям, так и к эленам. Возбудили и язычников, не довольствуясь тем, что сами... Так, это уже от других говорится. Возбудили и язычников, кстати, неверующие, не довольствуясь тем, что сами восставали. Но апостолы не вышли из синагоги, так как их не гнали, а только состязались с ними. И далее выделено подчеркнутое и жирным шрифтом. Слова Киселакта. Дерзновение происходило от преданности апостолов к делу проповеди. А то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес. Но этому способствовало несколько и самое дерзновение апостолов. И комментарии Игнатия Лапкина на слова Блаженного Киселакта. Дерзновение происходило от преданности апостолов к делу проповеди. Итак, комментарии. Иисус Христос благословил своих последователей на немирную жизнь, на войну. И дал только одно оружие. Пост и молитва, которые должны содействовать проповеди Слова Божия. Кто испытал это оружие не единожды, тот уже, того уже никто не убедит взяться за другое. Нет никого более немощного при защите своего вероучения, как православные и священники это прекрасно знают. Будучи сами жалко трусливыми, для которых лозунгом жизни стали трусость и корысть, корысть и трусость, Такими же жалкими, корыстолюбивыми и трусливыми они делают всех прикажан, доверившихся им. Апостолы проникали во все концы империи. Их последователи шли тем же путем. Они схватывались с языческими философами, со служителями тогдашних языческих культов, с колдунами-экстракенсами. И не было ни одного поражения. Но только триумфальное шествие по планете, проповедь мужей, жены, детей, пленяла сердца слушателей. Послушание Христу. И вот, в сегодняшний день, Россия переполнена сектантами, сатанизмом, безбожием. А священники только и повторяют одно и то же. Никуда не ходите, не берите в руки сектантскую литературу, горите их в шею, они еретики. Не оскверняйтесь разговором с ними. А в народе царствуют суеверия, безразличия. А священники насаждают трусость. И ни одного бойца. Бедная, юродивая Русь с такими попами. И при том, нам дано самое сильное и мощное оружие. Библия с толкованием святых отцов. Ну, что-то еще добавить. Все верно. Кого какие? Сережа, ты посмотри, Надежда Васильевна-то слушает? Нет, а то ее устрали и будет видно. Лишний один человек, наверное. Надежда Васильевна, слушаете? Да, конечно, слушает. Ну, нет, она болеет. Слушает, слушает она. Да кого она слушает? Говорит, что слушает. Я слушаю, но я не могу сидеть. Да, вы попытайтесь включить. Да, я отдыхаю. Выключайте видео. Вот у Ивана Ермоленко видео. У Юля видео. У меня не работает глазок. Но вы нажмите. Нажмите на кинокамеру-то на свою. Она перечеркнута у вас. Вот и все. У меня не работает. Все работает. Значит, могу сказать, если разрешишь. Разрешаю. Сегодня мне скинули один ролик. И показывает, как с Ряковским, Сергеем Васильевичем. Это от 50-ти. Он в Совете там где-то то ли в Федерации или где. Большой пост. И беседуя с митрополитом Иларионом Алфеевым о сектантстве. Этот, который сектант, он себя считает не сектант 50-ти. Так интересно. И вот Алфеев говорил, митрополит, о русской Библии очень хорошо, синодальный перевод. Сколько переводов нет, говорит, даже близко не приблизились. Ведь 160-летие перевода на русский язык. И как будто сегодня написано. Как язык Пушкина. Потому что язык-то меняется. А с переводом Библии все остановилось на своем месте. Развития этого языка никакого не надо. И новые переводы, которые сектанты пытались сделать, они ни на что не похожи. Это он все говорит, Алфеев-то. Но, говорит, они что придумали сектанты сейчас? Ну, разные еретики. Издают синодальную Библию, а отдельные главы, не считая канонических книг, просто в канонических, выбрасывают. Не по их, не сходятся. Ну, где говорится, что про троицу. Они это все выбрасывают. Вот что я сегодня узнал. Это я не знал, что они выбрасывают отдельные главы. И, главное, он сторонник синодальной Библии. Это здорово, конечно. А сектант этот, Риховский-то, он сектант. Он и говорил. Мы, говорит, пользуемся только синодальной. Мы, говорит, выносим, как приносим благодарность всем людям, которые перевели. Ну, там, поминали одного только митрополита Филарета Дорозова. На самом деле, там Хвольцем был Давид Аврамович, крупнейшие переводчики. Павский Герасим Петрович, Лавягин, там их много было, Архимандрит, Глухарев, Макарий. Это было канонизировано. Так, я хотел всем сказать, держитесь только за синодальный перевод. Вот. Остальные даже время не теряете. Они даже близко не подходят. И по знанию, и по красоте языка. И по полноте, которая в нем. Это все митрополит Иларион сказал. Вот так. Аллилуйя. Вот у меня сразу вопрос. Перевод на синодальный. И вот вопрос такой. Читаю еще раз. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени. «Смело действуя о Господе». Мне вот этот предлог «о» не совсем понятен. «В», «в», «в». Это перевод остался с архивом на славянский. «В», букву поставь. «В Господи», с Господом. По учению Иисуса Христа. «О Господи». Это по-славянски так. То есть смело действуя о Господе, а по-русски как это звучит? «В Господи», «в», «в», «варвара», букву «в», поставь. «В Господи». То есть не самовыдуманное, а в Господе, как Бог давал знать и по Писанию Священному. по Святой Библии. Иными словами, смело действую по учению Иисуса Христа, да? Господи, с Господом, что Он их благословлял, был с ними, и они действовали согласно написанному Священному Писанию, Слове Божьем. Ну, все теперь понятно. Ну что, идем дальше? Я думаю. Так я пару слов скажу. Ваня, благодарим тебя за подарочек. Он там меду прислал нам. Сейчас делить будем после этого. Рамку я отослал. Отец уехал. Рыбу не понял, как он так поймать мог среди зимы. Не отвлекаемся. У нас полчаса в конце на вопросы, там поговорите. Сейчас по Писанию идем. Четвертый, седьмой стихи. Между тем народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они узнав о всем, удалились в ликоонские города Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. Толкование. Случилось то, о чем говорит Христос. Матфея 10, 13. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, а если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Ничего нет странного в том, что святые бегут от людей, намеревающихся построить им ковы, и считают за лучшее уклониться от брани, которую они считали, согласно приведенному свидетельству, недозволенную им. Что недозволенную им? Брань, что ли, я так понял? Еще раз читаю. Ничего нет странного в том, что святые бегут от людей, намеревающихся построить им ковы, и считают за лучшее уклониться от брани, которую они считали, согласно приведенному свидетельству, недозволенную им. То есть брань, они считали, что брань недозволительна, то есть уклонялись от физической вот этой вот потасовки, что ли, или как? Правильно понял, правильно, абсолютно. Все, гонят вас, бегите. А? Все. Понятно, то есть не берите в руки оружие, и... Вот так. Брат Дебулов приехал, я сейчас открою, пока продолжайте. Так, ну-ка, тихо тут, тихо. Сейчас никак. Так. Ну что, так, идем дальше тогда, да? Ни у кого нет, что ничего нет? Читаем дальше. Восьмое, двенадцатый стихи. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хрома, чреву матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас скачил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаански, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Толкование. Для чего громким голосом? Чтобы уверовал народ. Павел проник в душу его, потому что внимать тому, что говорил Павел, было возможно лишь для философской души. Что хромой вскочил, это доказательство совершенного исцеления. Замечая с одной стороны простодушие язычников, с другой коварство иудеев. Первые честовали апостолов, как богов, последние преследовали их, как разрушители порядка. Видишь, как у еленов было в обычае делать богами людей. Запомни происхождение идолослужения, чтобы дать ответ, когда будут спрашивать, откуда идолослужения. Таким же точно образом елены из людей делали богами и апостолов. И дьявол вначале подобным же образом старался ввести в мир это нечестие, говоря, читаем Бытие 3.5, но знает бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, стающие добро и ссо. И так, и так как тогда ему это не удалось, то с тех пор домогается этого и доселе, всюду стараясь вводить влага Божия. Михаил Кальмаев, пожалуйста. У тебя звук плохой, что-то испортился, звук мне кажется. У меня испортился звук. Ну, сейчас нормально, да. Сейчас получше, да? Я вам что-то сдвинул. Я не знаю, это уместно или нет, говорить это. Мне на память пришло, когда Господь дал хлеб евреям. В шестой главе Евангелия Теана он это, они за ним стали гоняться, ходить. И он им сказал Господь, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб, насытились. Здесь евреи, которые знали единого Бога, создателя неба и земля, а здесь язычники, которые, ну, как апостол Павел говорит, безбожники они были, не знали единого Бога. Ну, как пора и чудеса здесь творятся, и там творятся. Но чудо там, сотворенное Христом, оно, наверное, должно было привести ум этих евреев к тому, что Христос это тот, кто сошел, тот Мессия, которого они ждут. А они на желудок обратили внимание, то есть на питание, что им понравилось, что их не питал. А здесь наоборот, они увидели вдруг, что это в образе человеческом пришли боги. Но однако же потом они язычники, кто-то уверовал, а кто-то нет. Именно здесь в Листре побили камнями апостола Павла. Ну, я просто это, не знаю, места нет, я говорю. Давай логическое вот так вот все, как вот златоус, он когда начинает, потом раз и опять к началу возвращается. А вот я вот это вот начал, распылил все и теперь вот как все это вот. Я говорю о чудесах. О чудесах, да. Там было чуть-чуть. Чудес они должны привести человека к духовному пониманию. То есть чудо помогает веровать. Помогает одним, помогает, другие, наоборот, ищут чудес, чтобы ну, чтобы что? Ну, чтобы не к земному, а к небесному. Чтобы остаться в неверии. Одним чудо помогает, а другим говорит, а мне чудо не надо, я и так верю. Вот и Игорь Добунов сейчас. Я хочу сказать, вот как только слово Бог слышу из уст православных, ну, я понимаю, что дело говорится ни о чем уже. Давайте, мы же, если нам сейчас нельзя говорить о том, о чем нам запретили говорить, значит, хотя бы о Христе давайте говорить. Слово Бог, это опять мы к тем же самым идем кормям. Ну, что Бог, и все у всех были боги. Не просто Бог, об Иисусе Христе идет речь. И не просто ты сказал, и человек понял, Бог есть. Мы должны к спасению его подвести, а спасение через Евангелие. Почему? И сказано в Евангелии от Марка 15 глава, Христос вышел с проповедью, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евреям было легче, потому что они знали законы, и когда слово Иегова звучало, слова Иеговы, или слово Бог, они сразу напрягались. Язычники у них этого не было. Их нужно было ко всему приводить и сразу, причем, как это сделал апостол Павел, читаем, Галатам, Каримфинам, Кремленам, как это все было. Вы какие были? И вы обратились, стали другими. Можем ли мы на сегодняшний день сказать, что люди, которые ходят в наши храмы, обратились и стали другими? И ты сейчас разговариваешь с ними, говоришь им, читаешь, допустим, послание к римлянам, и они тебя все понимают. Брат, хлопают тебя, молодец, ты правильно говоришь. Этого мы не можем сказать, вот в чем дело. То есть люди приходят к мощам, приходят опять к иконам, приходят к башкам, но ко всему приходят, к Богу приходят, только не ко Христу, потому что Христос меняет нас, так как Он послан Отцом изменить нас. Как мы читаем послание, ой, послание, это пророка Ездру, третья глава, вот там есть стихи, которых нету у нас. И вот там Он его прям трясет Господа. Господи, ну почему так все плохо? Ну почему же так все? Почему именно наш еврейский народ кто-то пострадал? Да, мы такие, такие. Ну а кто? Кто исполнил закон? Господи, ну покажи, кто исполнил закон? И Господь ему начинает открывать все тайны. А там столько тайн, он бы лучше и не начал даже открывать, потому что все равно никто ничего не понял. Я брат? Можно, да? Да, конечно. Я брат, или я плохо сказал, или ты не понял, просто. Я сказал, что людей через чудо, которое совершил Христос, когда накорнил хлебом и рыбой, они должны были понять, что это Христос, Мессия, который они ждут. Но они поняли, что Он их насытил всего лишь. Я о Христе тоже говорил, не просто о Боге. Ну я не о тебе говорю, я о Сергию сказал. В общем, о тебе-то я как раз не говорил. Я думал, нет, ты смотришь вроде как-то на меня. Ну слово Бог, это вот Сережа, Бог к Богу привести, к Богу все. Надо говорить грамотнее. Как у нас привыкли? С Новым Годом и Рождеством. Я тут зашел в кафе, ну и там здесь разговариваю, молодые девчонки бегают. Я говорю, вы вот сейчас, какой у вас будет праздник? С Новым Годом и Рождеством? Да. Я говорю, а с Рождеством чего или кого? Как? С Рождеством Иисуса? Ага. Я говорю, написано, с Рождеством Иисуса Христа Господа нашего. Ваш это вот Господь или нет? Вздохнула такая, да, не наш, наверное. Вот, когда наш будет, тогда это все, вот все, что мы здесь читаем, тогда оно действует. как Игорь Третьяков сказал, а вот Библию там изучают. Так Библию-то, оказывается, не просто надо изучать, а так, чтобы пасть на колени и покаяться, и сказать, истина у вас. И вот, когда это будет, тогда, то, что он говорил Тарабич, оно все сбудется. Сергей, можно? Говори, Володя, в микрофон только. Ага. Я мысли понял, брата Михаила. Он хотел сказать, что иудеи, увидев такие чудеса, которые Господь Иисус Христос творил, могли бы из этого понять, что это не просто какой-то человек, но это Бог именно творит такие чудеса. Исия, и Бог, и Исия, да. А это язычники, просто увидев какое-то чудо, что там с Павлом ничего не случилось, тут же сразу его облаготворили. То есть, увидев вот это чудо, что случилось там, он исцеление с этим. Вот. Что из этого-то видно, что... и не увидеть, то есть, и не увидеть в, в, в Иисусе Христа, Мессию, это неправильно. И увидеть в человеке божество идольское, не Христа, тоже это... То есть, да, то есть, чудо не приводит к тому, к чему оно должно приводить. Оно должно... Да. Веру, оно должно... Спасительную веру. Да. Спасительная вера. А это чудеса. Они же потом... И Антикрист будет, придет. И тоже будет творить чудеса. И многие обольстятся, и огонь с неба будет, и все-все-все он покарит. И вспомним в Ветхом Завете, когда волши-то тоже, и змей они так же превращали. Ну, все они то же самое делали. Поэтому к чуду, к чуду надо относиться осторожно. Помните, как иконы замироточили, и стали говорить, а не дьявол ли над нами... 2003-й был. Не дьявол ли над нами потешается? Все давай там анализы, все это собирать, все вокруг них... Ярославская эпохия. И очень, да, и очень вот у нас в православии беда какая. И сектанты, они правильно считают нас, православных идолопоклонниками, что нам свойственно, будучи когда-то язычниками, не уверовав во Христа истинного, творить из угодников божьих идолов. А сектанты, они называют иконы, это идолы, они видят, как мы к этим идолам кланяемся. То есть мы от одной иконе, от одной болезни, от другой иконе, от другой болезни. То есть у нас, у нас башки такие, как бы вот, и... очень похоже, похоже очень. Тут такая тонкая грань, и... да, у нас это есть, и только разведешь руками, как бы... Я за всех-то не могу отвечать. кто... что там бабушка, она пришла, знает она Христа истинного, или не знает, когда он кланяется перед иконами и ходит, и бодает по храму. Нет, я не верю в это. Вот, не верит брат в это, я тоже в это не верю, что... Да я разговаривал с бабушками. Вот. Разговаривали мы с ними, как бы имели общение. Понятно, что там... действительно идет вот это вот идолопоклонство, самое натуральное. То есть делают из святых угодников, божьих идолов, так же, как вот эти вот язычники сделали идолов, из Варнавы и Ипава. Очень похоже. И это все продолжается. Да, Михаил? Я... Подтверждение твоих слов. Вот последнее... Я когда у вас был на Благовестии, там женщина подошла, говорит, а у меня, говорит, есть это боги, они там висят у меня. Я говорю, какие боги? Ну иконы там, на иконах изображены. Пришлось ей объяснять, что это не боги. У меня тетушка, она у нас была на лекциях, Игнатия Тихоновича ходила три или четыре месяца. И потом пошла, попала в какую-то секту, ну не стала поститься, не стала ходить. Попала в какую-то секту, где, ну там, начали говорить о иноприлитянах. А вот святые, которые на иконах, это как иноприлитяне, они прилетают и тут помогают. И она, у нее иконы дома, но она молится не Иисусу Христу, как Богу, не Пресвятой Богородице, как Матери, там, с какими-то историческими корнями, как говорится, в Библии написано. А она обращается вот ко всем, допустим, там Никола Чудотворец висит, она обращается, Господин мой Николай, Господин мой Иисус, Госпожа моя Мария. То есть, вот такие обращения у нее. Совсем не то, что заповедано нам, нашими отцами и самим Господом. Обращение совершенно неправильное. То есть, люди обращаются так, как некогда на Фоломей, когда Господь ему сказал, вот идет человек, которым нет лукавства. И он сказал, откуда ты меня знаешь? Сказал. Ну, то есть, начал выяснять. Ну, он быстро выяснил, потому что он Слово Божие знал. У нас же начинает выяснять, и все. Человек попадает в зависимость какую-то от чужих слов. Ну, как это всегда было и у лжепророков. Лжепророки, лжиапостолы приходили, он как сразу заквасили галатов, и все. Сам Павел апостол был, им ничего не помогло. Так, продолжим чтение, да? Пускай он не читает, что ты? Да, да я... Пускай читает. Почему, что ты один? Пускай кто не читает. Вот, дай Вячеславу почитать. Что ты? Давай, давай, я знаю, в чем дело. Пускай читает. Что, плохо читаю. Ты это потом будешь рассуждать. Давай, вперед. Дай читать другим. А то получается, игра одного актера. Михаил, читай. 13-18 стих. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о всем, разодрали свои одежды. И, бросившись народ, громогласно говорили, мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в мир. Который в прошедших родах попустил всем народам, ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Толкование прочитаешь? Не, я не у себя дома нахожусь, я не могу. Тогда я... Вячеслав, читай толкование. О, слышу меня? Да, слышно. Толкование. Смотри. Всюду они чисты и чужды, тщеславие. Так лучше? Да. Смотри. Всюду они чисты и чужды тщеславие. Не только не домогаются славы, но даже отклоняют ее от себя, когда воздают им прославление. Поступают с некоторой горячностью. Мы люди, но мы выше идолов, потому что они мертвы. 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 Видишь, каким обыкновенным явлением было у Еленов делать из людей богов. Да и в их книгах, где описана их древняя история, ты найдешь, что Зевс, будучи человеком, сделал себя богом, говоря, что он бог. Точно так же и многие из римских и македонских царей назывались божественными. Поэтому нет никакого основания не верить древним сказаниям о том, что некоторые из народов были обольщены и называли некоторых из людей богами, как и эти люди обольстились Варнавою и Павлом. И Симона Волхва жители Самарии называли великой силой Божией. У иудеев был обычай разрывать на себе одежды, когда они слышали богохульные слова. Так, когда Христос говорил, что он сын Божий, Каиаф разорвал на себе одежду, говоря, что Христос произнес хулу на Бога. А так как то, что случилось теперь, было некоторым образом богохульством, то, следуя иудейскому обычаю, и апостолы сделали то же самое. Отвергнуть же этот обычай, потому что он не был постановлением закона. И Господь говорил иудеям, читаем Иоиля 2, 12-13, «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плачи и рыдания, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедстве». Дальше толкование продолжается. «Попустил» сказано. Но почему «попустил»? Апостол еще не говорит, так как останавливается преимущественно на том, что настоятельно было необходимо, и нигде еще не упоминает имени Христова. В каждом поколении совершал такие дела, которые руководили людей к правде. Ненасилуя свободной воли, Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению. Но Сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразумевать Создателя. Свидетелями Его апостол называют даже ежегодные дожди. Все толкование закончилось. Мысли, слух можно, пожалуйста. Я вас не вижу, поэтому руки можно не поднимать, а прямо с места говорить. Слушаю вас. Если ничего нет, тогда идем дальше. Так, Юля, с нами? Где-то? Да, здесь. Давай, 19-й, 28-й, читаем. Из Антиохии и иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие всему городу, приобретя довольно учеников, они обратно проходили листру, иконию и антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Песидею, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Толкование сразу читаю. Толкование. Посмотри на бешенство иудеев. Проникли в народ, который оказал такую честь апостолам, и убедили его побить Павла камнями. А вытащили его вон из города, потому что боялись. Да при том они старались лишь подорвать проповедь. Но видишь ли ты пламенную ревность Павла, после того, как его выбросили вон из города, он снова пришел в тот же самый город, чтобы показать, что если где, в подобных случаях он и удалялся, так потому что должен был сеять Слово Божие, выделено жирным шрифтом, должен был сеять Слово Божие. И что разжигать гнева не следовало. Смотри, без труда и скорбей никто не оправдывается. Поэтому врата, ведущие в Царство Небесное, и Господь назвал узкими и тесными, то есть полными стеснений. Но в Царство Небесное входит не всякое, какая только встретится, теснота или скорбь, но скорбь из-за веры в Бога, рукоположив же им пресвитеров. Научали поститься даже во время испытаний. Постом сопровождались и хиротонии, но в Кипре не поставили пресвитеров. То же и в Самарии. Последнее находилось близ Иерусалима и апостолов. Да и в самой Антиохии Слово Божие укреплялось. А здесь новоуверовавшие и в особенности те из язычников, которым необходимо было назидание, нуждались в большой поддержке. Но обрати внимание на то, что Павел и Варнава имели сан епископский, потому что рукополагали не только диаконов, но и пресвитеров. Не сказал апостол, что сотворили они, но что сотворил Бог с ними. Отверзением двери называют учения, которые приняли через апостолов язычники. Так как город был велик, то в нем была нужда в учителях. Комментарии. Да, давай комментарии. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда в России еще при Феофане затворники иностранные миссионеры стали проповедовать слово Евангелие, они встретили здесь исключительно благодарных слушателей. Исохшая земля, жажда слышания слова Господня была столь велика, что тогдашние современники говорили, что по всей вероятности с апостольских времен не было такой благоприятной для евангелизации среды. Люди не жаждали спасения, уходили в леса, было сильное богоискательство и в интеллигентской среде. Православная иерархия безнадежно проспала этот момент. Не послали тысячи монахов в народ, не открыли двери слуха у людей для слова Божия. И Бог не простил этого, а буквально истребил с лица земли то, что строили тысячу лет. Пришли правители, которые закрыли дверь и нарисовали свою дверь, ведущую в ад. И вчерашние православные прихожане и семинаристы вошли туда первые. Эта ситуация сегодня повторяется. Спасибо. У кого такие мысли благодарить? Вот дверь веры и опять же про нашу страну, про Россию. Вот когда рухнул Советский Союз, открылись двери веры. Народ хрынул храмы ища живого Слова Божия. И там не находил и многие уходили в секцию. А сейчас вот мое мнение, я думаю, что сейчас уже эти двери закрываются и они уже закрылись. Закрылись то навряд ли. Ну я говорю, понимаешь, сейчас уже вот в храм заходишь и как будто ничего не было как в Советском Союзе. В основном женщины, старушки, молодежи совсем практически нету. И то же самое богослужение, ничего не поменялось. Одни платочки, как говорит отец Геннадий Фаст, остались. Как были, так и остались. можно мысли сказать? Да, можно. Хочу мысли тут высказать одно, что-то пришло прямо сейчас буквально. Дело все в том, что Россия приняла православие, то есть весть о Христе нашла самой последней страной. Уже и Франция была давным-давно христианская, и Англия, Британия, А у нас все еще язычество было. Перуны мазали там рот имужиром, человеческие жертвоприношения приносили. Как об этом говорит житие этого Федора и сына его, пикингов, которых сожгли в Киеве, принесли, как говорится, жертвы их, потому что они были христиане. Это 1860-е годы. То есть и поэтому Россия, она как последний сынок, самый лелеемый, и ему уже ничего делать не надо, потому что апостолы весь мир заквасили. Последняя была Россия, пришли на этот север уже, где пальцы сильно мерзнут, да и уши тоже. Поэтому в этот синдром ничего не делания, а мы самые последние, то есть на самом краю, кому мы дальше, белым медведем пойдем проповедовать, что ли? А обратно грекам проповедовать? Это глупо, потому что они нам наоборот принесли благую весть о Христе. И вот мы с этим синдромом вот так вот и дожили до 1876-го года, пока не перевели Слово Божие и не познали, что нужно нести и какое благовестие нужно нести. Его можно нести везде, но больше всего его несли в Китай даже у нас, в Японию, но это уже восточные как бы опять на юг начали склоняться. На самом деле нужно было Николаю Касаткину оставаться там в этом Петербурге и заквашивать Петербург, где как раз проституция начала развиваться, открываться публичные дома начали и так далее, о чем говорит Яма Куприна. Это как раз 1890-е года. Людей охватило всеобщее безумие страстей и это все привело в конечном итоге и в Первой мировой войне тоже. И одновременно религиозность и интеллигенции и в то же время полный разврат. Вспомните шампанское полтрам пьют аристократы или дегенераты. Оттуда все пришло. И Маяковский пишет ешь ананасы рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй. Не просто так же это все написано. То есть люди уже во все страсти ударились, во все тяжкое. Хотя знали Бога, вот оно все рядом было. А почему? Потому что не было труда в церкви самой. И сейчас священники закупоривают народ. Вот ты говоришь молодежи нет. Молодежь она требует выхода энергии. Они идут в спортзалы, идут на какие-то игры, в боулинге играют. Во что только они играют. Молодежи нужно движение, нужно какой-то прогресс такой религиозный. Их сразу или в монастырь, или в священники. Ну, еще может быть дьякон. Все. Больше никуда у них. У священников больше нет места для молодежи. Стой, я имею ввиду. Ну, а женщины, понятно, склонны молодые годы, чем заниматься. Им вообще не до этого. Чтобы женщину заинтересовать, молодую, заняться религией, это очень сложно. Ну, война началась, там, Первая мировая, там, все милосердие, сразу там вся страна, сколько было этих поездов милосердных. То есть, есть чем заняться. Когда человеку есть чем заняться, поставлена задача, то он трудится, трудится с удовольствием. Ну, как вот я помню, сам трудился, когда есть. Вот я вот свою работу люблю, я в тайге работаю, ищу полезные минералы. Очень интересно это все. Когда ты занимаешься, когда перед тобой цель поставлена, а еще тебе если и оплачивают, так вообще любота. А в церкви все проплачено Господом бесплатно. Вот тебе все, серебро купите у меня бесплатно дает Господь. И дальше только нужно идти, а никто не дает никакого труда. И все, и цель не достигнута. Ничем не заинтересованности нету никакой. Вот тут написано, опять же, рукоположили священников. Как вот так рукоположили апостолы, ну это Дух Святой давал им, что рукоположили священников. И священник никуда не уклоняется, не говорит от себя тяну, а говорит только то, что он слышал от апостола Слово Божие. То историю именно Иисуса Христа, Его слова, Нагорную проповедь и правильно ее истолковывают. Вот именно с такими комментариями, которые дал Игнатий Тихонович Лапкин. Правильные комментарии на ту жизнь, которая тогда у них была. Она тоже была нелегкая жизнь. Тоже были люди, которые не хотели приходить, это уж однозначно. И даже били камнями. Нас хоть сейчас не бьют камнями пока. Слава Богу, или не знаю, или нет, непонятно. Ну слава Богу за все, что не бьют. Еще у кого-то есть? Я думаю, в первую очередь важна проповедь о воскресении. Не только учение, но и в первую очередь о воскресении. Воскресение должно быть в первую очередь. Христос воскрес это самое главное центр, центр Евангелия. Моя мысль такая. Понятное замечание. Да, у меня тоже вот о Боге говоришь, да, о Боге, о Христе знают, а вот вы верите, что вы Христос воскрес, верим, а верите, что вы воскреснете. И все сразу глаза округляются и понимают, о чем я говорю. Ну что дальше жизнь-то загонит в жизнь вечную, после гроба не верят, а во Христа воскресшего верят. Я думаю, я думаю, мы как бы через творение заповедей, через молитву как бы припляемся ко Христу и Он как бы нас вытягивает из смерти, из истины греха, из истины смерти. Такая вот у меня мысль, я не знаю, правильно, неправильно. Написано вон через молитву. Первый из мертвых, то есть Он первый показал нам пример и теперь, следуя по Его окровавленным стопам, мы идем за Ним на небеса. Верная мысль, почему нет. Но это мы говорим уже о человеке, который уверовал и который стоит на первой ступеньке. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. Освящающая в церкви конкретно, а первые призывающие и обращающие, они находятся вне священнического понятия. Священник не может вот так раз благословил и все это значит миропомазал или что. Это все теперь в пределах человеческого разумения. Теперь мы стоим благовествуем о Христе. В благовествие входит все. И Рождество нужно говорить о нем, о Рождестве. И говорить о том, что кто такой Мессия. И говорить о том, что Он чудеса делал, исцелял, и что Он воскрес, и что есть вечная жизнь. Кстати, Он говорил, покайтесь и веруйте в Царство Небесное, это уже вечная жизнь надо идти. Привязненность в Царство Небесное. То есть это все входит в благовестие. Так вот, как раз благовестие вообще не принимают. То есть не дают даже международнее сказать. И приходится вот нам таким, допустим, путем идти, распространять целые Евангелия. Но практика показывает, после того, как люди взяли Евангелие, прочитали его, они там ничего не поняли и они не задают вопросов дальше. Мы оставляем им наши данные, координаты, куда можно прийти. Говорим о том, что есть занятия, если что-то непонятно. Они не видят, что им непонятно. Они просто прочитали, они не увидели то, что, допустим, увидел я, когда прочитал или кто-то другой. Их это не заинтересовало. Не то, что там молиться. Молиться это уже понятно, что человек начинает обращаться. а просто призывающая благодать даже не действует на них как бы. Хотя мы и с молитвой идем, помолившись везде, братья, на полном серьезе, ни актеры, ни для камеры какой-то. Зачем мне это надо? Я лучше поеду дома в тепле посижу, чем нам при минус 20-30 градусах я буду ходить, перестись, Евангелие раздавать. Это тоже надо же уже совсем договориться и сказать, что вы там актеры. Понятно, что это делается не просто там от всей души, а по призыву Господа нашего. Он дает силы такие. Поэтому то, что замечание сделали, оно относится, ну, это само собой нужно говорить о воскресении. Но если вы уже уверовали, Господь вас призвал, то воскресение прошло, вот через вашу перфокарту, в мозгу оно уже улеглось. А вот как людям донести это, чтобы он уверовал в это воскресение? Ну и что я сказал о вечной жизни, о воскресении? Он ответил на верю или не верю. Дальше все. Может быть надо быть с иудеем как иудеем, а с эллином как эллин. То есть нужно понимать как бы людей и их внутреннюю структуру, их сознание, чтобы как бы в них вошло Слово-то Божие. Как бы учиться понимать людей. Ой, что это такое? Вы можете поделиться опытом своего благовестия на улице? Ну, у меня был опыт, к сожалению, единичный. Единичный опыт. Не так часто я разговариваю на улице, бывает редко. То есть один раз вы все-таки осмелились и подошли к человеку и заговорили? Нет, я разговаривал часто, но только одного обратил, его проповедь. Один только как бы креста принял. Один через вас обратился, да? Да, борода у меня постоянно подходит, спрашивает о Вере. Пьяница подходит, помоги, помолись за меня, чтобы я перестал пить. Как бы говорю, давай, говорю с ним, о Вере, говорю, ты тоже молись, говорю, я же молиться-то буду, но без твоего содействия я же не смогу тебя как бы закодировать, что ли, или как это называется. Он говорит, да, да, буду молиться, буду молиться, все. Он говорит, давай молись. Ну, вот так вот, чисто на бытовом уровне, чисто на таком. Что сказать? Ну, а вы-то вот, сказав о том, что вот центральная роль, лучше вот говорить вот именно о воскресении, вот что вас побудило, сказать эти слова, или вы обращаетесь к кому? Или к священникам, которые в храме людям говорят, не говорят о воскресении, или вы, сказав вот о воскресении, этому человеку как раз через проповедь именно о воскресении Христа он обратился, или почему именно вот воскресение вас задело, вот именно вот эта тема, о непокаянии. Так вот, смысл Евангелия состоит в воскресении-то? Я для того и родился, и пришел, чтобы пострадать и воскреснуть. Центральная идея это Евангелие о воскресении. Если Христос не воскрес, то это тщетно вера наша. Это же центральная идея. Я так думаю. Если мы не покаялись, то мы не примем никакое воскресение. Написано покайтесь и веруйте в Евангелие. Все одно к одному, одно другому не мешает. Вот о чем и речь идет. Поэтому, то, что вы сказали, это на практике мы можем точно сказать, не подействовать. Но будете говорить о воскресении сразу. Ну и будет. И ничего не будет. Все это уже было. Вы если хотите что-то увидеть, то посмотрите, как мы благовествуем, как мы раздаем Евангелие, о чем говорим там. Это как бы там не все заснято. Но для того, чтобы люди понимали, как все происходит и какие сегодня люди. Это среднестатистические люди. Мы нигде не выбираем никого. Становимся. И те, кто останавливаются, всем говорим о том, что вот Евангелие, слова Иисуса Христа, вечной жизни, Бога нашего. Кто хочет в рай, кто хочет в ад, только через эти слова попадет. Все. И теперь дальше люди заинтересованы. Но можно говорить, что кто хочет воскреснуть и кто хочет воскреснуть в аду. Тоже, в принципе, можно и так говорить. Но это как вы поставите свою вещь. Ну и как кто заинтересуется, мы им дарим Евангелие. На наш сайт выводим. Вот сюда. Тут у нас на сайте не только мы сейчас занятия ведем, а вообще можно читать, сидеть. Много все есть. И цветы, и отцы есть. Кто захочет сюда прийти, то... Я думаю, у каждого свои принципы благовествования. Кто-то правильно, кто-то неправильно благовествует. Главное, чтобы было свидетельство о Христе. Как Павел говорил, по-моему, Павел говорил, даже если кто-то и неправильно немножко благовествует, я и то рад. Главное, чтобы было благовествие. Точно, кстати, не помню, но вот как-то так. Не так, конечно. Не то, что правильно неправильно благовествует. Никто не знает, как правильно благовествовать. Дело все в том, что касается... Вера касается Бога и человека. Вот в чем дело. Господь отдает веру. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Нужно как можно ближе говорить о Слове Божьем человеку. Свидетельствовать. Свидетельствовать, да? То есть свидетельствовать. Нужно какое-то написание говорить для начала, чтобы уж точно было, как говорится, все до конца известно. Вот мы прям читаем даже Евангелие просто стоим. И так тоже. Прям зачитываем человеку какие-то места, которые касаются... Ну, если останавливаются люди, беседуют. Ну, часто останавливаются, в принципе, допустим, на сто человек, ну, десяток-то остановится поговорить. Ну, конечно, не подолгу. Подолгу. Я вот посмотрел, как профессор Ростиков каким-то чиновником говорил о Христе, о Евангелии. У них такие скучающие рожи были, это вообще кошмар. Скучают, зевают. Мне интересно абсолютно, это пофигу все. Я думаю, что власть передержащим Евангелие, это они не воспримут. Нужно не замнести Евангелие, это почему-то не так кажется. Низы более восприимчивые к Слову Божьему. Нищие и убогие, они их лучше воспринимают Евангелие. Ну, а по Слову Божьему, всем нести. Господь, говорит, пришел ко всем. И к богатым, и к бедным, ко всем. Ко всем пришел. Ну, кому как. Допустим, Осипов, он бритый в галстуке. Он попадет... Да, он бритый, да. Бритый, бритый, да. А если ты с Бородой, тебя никогда туда не пустят. Хотя вот Игнат Тихонович, я вместе с ним ходил, он благовествовал в Барнауле высшему командному составу и среднему милиции. Человек 300 было. От генералов и до капитанов были. И он им говорил, конкретно ему сказали, говорить о, там тогда говорили, о Конституции. Конституции и вот гарант Конституции, то есть о Президенте. И вот он взял места писания, много мест писания и по каждому месту писания показал, что есть Конституция для человека, что должно значить для милиционера, как стража там и так далее. А у вас будет лекция на эту тему? А? У вас на эту тему будут лекции? Просто интересно все это. Лекции может услышать мне как-то, я не знаю, познакомиться. Или это может быть на сайте у вас есть? Да у нас как таковых лекций-то нет. Это надо обращаться к нашему архиву, там где Игнать Петрович и Викторий. Там у него много что есть. Ну, ну, ну. Ну или читайте, вот первые тома открытым оком, читайте, там прям есть целые тематики идут, а много. Это можно на сайте скачать, да? Ну, конечно. Открытым оком называется в Игнатии. Там увидите, Игнатий лапки по бокам. Первый, там, по-моему, четвертый том, там прям тематические занятия, а потом дальше проповеди тоже обширные. У него там прям по списку пройдите, ну, а лучше всего подряд, конечно. Я вот подряд читал. Все. Можно по вопросам сначала, там, справа, там, по темам. 55 папок по темам. Какую-то тема, допустим, заинтересовала, и все вопросы на эту тему. Допустим, о спасении или вот о благовестии. Прямо слово одно, благовестие, и там вопросы о благовестии, о проповеди, проповеди, благовестия. Ну и тогда обо всем, о спасении, о вере, о воскресении, о Христе, о самом. И вот, где проповеди. Всего у него 4300 где-то ответов и ответов на вопросы. На различные. То есть это все действительно люди задавали или на занятиях, или в жизни. Все это было задокументировано и теперь вот выносится на широкое обозрение. Ну вот здесь мысль прозвучала, что пусть благовестуют, даже если они немножко не так благовестуют о Христе, ну, пусть, пусть ничего страшного. Вот. Не так. Не, мысль прозвучало, но это не... Но вот надо на этом акцентировать внимание. Для апостола, если они для того, чтобы апостола Павла скомпрометировать, они начинают рассказывать о Христе. И он говорит, ну и пусть, говорят, лишь бы о Христе говорили. А пускай компрометируют меня. А не то, что немножко не так или что. Ну, просто не так процитировано и все. Опять же, если немножко не так разговаривать, то можно и ересей нахвататься тоже. Как в Галатам то описано в первой главе, но даже... Но если бы даже мы или ангел с небом стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Проклятие. И девятый стих. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорит, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть не надо там о пусть они там благовествуют о Христе. Ничего страшного. Чтобы вот этой мысли не было. А то они там такого на благовествуют, потом человеку в ересь вляпают. Оттуда его благовествовать надо в истине о Христе. Они тоже о Христе говорят, что он не Бог, что он Сын Божий. Они тоже о Христе говорят, да, это Сын Божий, о Христе. И это вера не спасительная, а душепагубная, наоборот. В ряде стран, да и в России я слышал, что они запрещены. Да нет, это по местам по местам не запрещены. В Москве я слышал, что их запретили. Ну, это какой-то деятельность. Ну, скорее всего из-за переливания крови, наверное, там. А, экивистов, да? Да, да, там одни где-нибудь. А, ну, 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 час занятий прошел, следующие полчаса у нас по традиции на вопросы. Вот. Любые вопросы можно задавать. У кого какие есть вопросы, пожалуйста, задавайте. нету. А сейчас вы, сейчас вы над кем проектом работаете? Где вы собираетесь благовествовать? Куда, какие ближайшие планы на благовестие, на евангельское? Куда вы собираетесь в ближайшее время? В какие места? Вопрос понятен. Игнать Тихонович, отвечайте. Так, а мы здесь все прошли только в городе. Никуда ехать. Это Барнаул, да? Ехать больше не с чем. В основном все прошли. Ехать-то надо с дарами, мы ездили это, все, отшиковались. Заканчивается? Ну, да какой там тысячу экземпляров. Вот Новый Завет второй раз был переездан 2000, и Киспену Православию на 3000, но это еще и есть. А остальные уже книги. А вот как вы относитесь к протестантским распространениям Библии? Вот протестанты распространяют Библию, как вот к этому относиться? А вот сегодня как раз митрополит Алфеев говорил, Иларион, только синодальный перевод. Сектанты 11 книг выбрасывают, у них хоть 66 есть, синодальный перевод. Опять же, сектанты разные. Баптисты, вот я сколько знаю, они издают правильно все. А вот он сегодня, про которых говорил, этот митрополит Иларион, что они отдельные главы выбрасывают и прочее. Я не встречал такое, но не могу ему не верить, потому что Риховский сидит и подтвердил, что это так и есть. А вот у меня книжка лежит, сейчас я вот недавно купил ее, называется, так сейчас скажу, Радостная Весть, Новый Завет, новый перевод какой-то современный, я еще не читал его, вы не можете ничего сказать по нему? Нет, если бы он был один, вот какие мне были переводы, даже, я их все начитывал, чтобы ознакомить других. Они не годятся ни в какое сравнение с синодальным, это просто вульгаризировано, и притом слова-то берут, из синодального перевода и переначивают и другое, по-другому. Ну, самые простые слова, они их выворачивают, и они не чувствуют слога, что это не то. Есть такое выражение, оно гиблейское, как сказать, в славянском языке «пренебесное звучание». Так вот, у синодального перевода именно «пренебесное звучание». Четыре духовные академии переводили, все православные были, и переводили это не один день. И как отвергать, когда сегодня, мы скажем, за рубежом издают только синодальные, дореволюционные синодальные, при всех патриархах в России синодальные, сектанты, баптисты, адвентисты, пиесятники синодальные. Ну, понимаете, речь идет уже о сотнях миллионов людей. И чего ради тогда переводить-то? Переводить, то есть, если у него это значение портит. Я говорю, перевел, говорит, добро в другое. Может, они переводят и с целью как бы испортить, слово Божие, под свои взгляды переврать, может быть, так тоже, может быть. Я не предполагаю, феминистская какая-то... Что с целью? Видите, мы когда говорим, звук не сразу достигает. Вы вроде закончили, я говорю, а ваш звук-то, когда меня летит, люди скажут, перебивают друг друга. Это дальность такая, она, видите, наслаивается. Да, да, да. Да. Так вот, тут-то другое. Желание как бы возвыситься, что лучше, а более непонятно. Я говорю, а кому непонятно этот перевод? Ну, вот такие слова. Ну, некоторые слова-то паки бытии можно заменить в будущей жизни. Ну, там таких слов-то немного, с десяток всего только. Он и он это тот, тот. Ну, возьми даже, посмотри, и намного ли изменено. А-то целиком все. Сергей Аверинцев академик, большой знаток языка, совсем согласен. Ну, его перевод-то посмотри. Я всегда привожу на память, как мы беседовали с Александром Менем, он же еврей, и он работал с оригиналами еврейскими. Я говорю, а вы могли вот переводить, перевести так, вот как Хвольсон, он от меня отшатнулся прям сразу, да вы что, да никогда. То есть, человек с таким громадным знанием, ученость, энциклопедист, и он понимал, что те люди несравненно выше были. Павский писал учебники для еврейских школ на еврейском языке. Даже вообразить невозможно, какие знания были. То есть, превышающие знания еврейских ученых, для которых еврейский язык родной. И вдруг сегодня три слова узнает, человек, и начинает по словарю выискивать, ну, зачем это нужно? А вот у меня книжка, собрание книг есть, история религии имени. Вот я что-то почитал про пророков, про библейских, из этой серии. Что-то мне не сильно понравилось. Там вроде как духом, более светское такое, светское такое тон, 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 тон содержания. Такое, духа Божьего-то не чувствуется. Вот как вот как это выносить? Ну, это история пишет тут. Тут я не берусь судить. Я говорю только о Святой Библии, потому что я с ней сижу 53 года. 53 года и каждый день. У меня дня не было, чтобы даже даже в тюрьмах со мной было Новый Завет. Ну, поэтому мне неприятно даже. Я говорю, давай, ты такие слова тут считаешь. Похоже нет? Ну, читай предложение, но близко даже не подходит. Я только о Библии говорю. Остальные книги, которые вы говорите, я не знаю даже считал или не читал, не могу ничего сказать про то. Ну, вот как оно звучит, я только о Библии говорю. Ну, видите, если мы читаем перевод с греческого, ну, Блаженный Августин тут еще на двое развается, но Ян Златоуст просто звучание близкое к библейскому. Тут лучше даже перевести нельзя. Но остальные у меня не дано, нет этого таланта определить с латинского, как переводили. Но звучание очень трудное. Вот, кто считал Коран в переводе на русский язык, Крачковского, это лучший перевод на русском языке, но невозможно. Я как-то в Москве был, там, в Йеменском посольстве был, ну, потом купил там целую пачку Коранов-то, вот тут раздал. И вот читает человек с высшим образованием, и ко мне обращают, вот что, настоящий Коран? Я говорю, да, самый настоящий. Ой-ой-ой, как со спутанными ногами, говорит человек, идет вот так. Ну, даже не то, что сравнивать, а даже рядом не стояло. Я с ним занимался поссором аятом, весь его, и у меня один том посвящен этому, и все, что о них сказано за тысячу же триста лет. Ну, ну, нет даже близко этого. Одной фразой можно понять, что это не Библия, даже одним предложением. Не событие, не связанное... Сумбурно. Да. Притом, это лучший переводчик, арабист. Он за это, я не знаю, то ли орден Ленина, или что ли получил, там, я его в биографии читал. И еще там, нет. Божественно даже не чувствуется нигде. Ну, там сборник мифов, сборник таких басинок, басинок, ломства. Это Данил Сысоев, Данил Сысоев, это все хорошо разложил. Я-то не этим занимался, я именно сравнить с Библией, вот они о чем говорят, и похоже, ну, что в этом есть. Вот кто не читал, или жития плохо знает, даже никто про это не говорит. Я выделил, что из житии только одно событие там есть, когда уснули отроки, и через 120 лет они проснулись. Вот. Видимо, событие это его удивило. Я так полагаю, так представляю, он был очень любознательный, этот Мухаммад. Он женился, она чуть не в два раза старше его, он у них как был, ну, не то что там помощник, как управляющий, а потом она стала его женой. И он везде ездил, там были общины евреев, и он встретился-то с еретиками, манихеями. Если бы были настоящие христиане, у него, может быть, по-другому вышел бы Каран-то. А он вот что слышал, и как человек-то памятливый приходил, ну, на память-то все не расскажешь, что там Сулейман, это Соломон, Сулейман-то. Ну, и вот, дальше уже новая басня, которая рассказывает цариса такая, он хотел, чтобы она подняла подол, ну, просто, ну, мусульманское все. И он такое сделал, пол, как море, вода. Она как зашла, увидела вода, а на самом деле это воды нету, это отражение такое было. И она подол подняла, вроде вот такой уж Соломон был, что и... И ноги волосатые, читаешь и прямо, ну... Что-то такое. Ну, ага. Детская игра. И при том, библейские события, ну, вот, Ибрагим, ну, знаю, это Авраам, ну, похоже, Иса, и события, ладно, Псалтырь, они прямо давили Дуайт, это Давыд. Но почему ни одного псалмата он не написал? А потому что на слух их не возьмешь. Вот я пример говорю, ну, попутно сказать. В камере у нас был директор там, и второй преподаватель, второй группы космонавтов, Владимир Анатолий Максимович. Я его говорю, ты считай по две книги в день. Вот, ну, книга 360 страниц примерно, две книги может прочитать. Я его начал конспектировать, инспектировать, как наизусть читает, такая память. Ну, можешь законспектировать, могу, ну, и правда, краткое содержание. Я ему даю прочитать 90-й псалом, живущий под кровью Всевышнего, живые помощи-то. Он прочитал, пошевелил губами, мне это говорит, не дается. Еще раз прочитал, полежал маленько, еще раз прочитал и говорит, а нельзя конспектировать его. Здесь такая конструкция, которая связывает слова, если я хоть одно слово выброшу, а остальное уже рассыпаться начинает. Нельзя этого делать. Это как бы в обле души такой. Это Божий. В обле души, он сильный. Да, да, да. Вот как. Не только там Иван Петрович Панин, который исследовал, все на семерку, там на семерку делится, гласные, согласные, имена женские, мужские и прочее. Но именно в самом чувствовании грамотный человек понимается, эта книга особая, псалтырье, самая популярная в мире книга. Не Евангелие, а псалтырь. Ну, это, попутно все это говорю. Вопросы-то какие-то у вас есть? Есть объявление, что вот шестого, я посмотрел, шестого января, шестого, восьмого и тринадцатого января меня в Барнауле не будет. И я там написал скайп Михаила Кальмаева. Вот он будет в эти дни занятия везти. Три занятия меня не будет. Семерового едут. Шестого, восьмого и там, по-моему, тринадцатого. А у вас занятия по среду и пятницам, да, это уйд? Да, по среду и пятницам. Я встал в шести часов. Почитайте, сейчас у всех написано в чате Михаил 196 35 25. Это его скайп. Вы прямо сейчас можете к нему попроситься добавления контактов. Вот, и он шестого января вас вызовет на групповое занятие. Вызовешь, Михаила? Ну да, меня хорошо слышно вообще? Да, да, тебе хорошо. Да, нормально, хорошо. Вот. Прямо сейчас, после занятий, можете это сделать. Вот, и на его скайп выйти, чтобы вы у него в контактах были. И шестого, кануна Рождества, января, запомните, шестого января уже от него будете ждать звонка. Он вас выпустит. Или ему пишите, что я к занятиям готов, например. Михаил Кальмаев, да? Да, Михаил Кальмаев. А, все, добавили, я запрос отправил. Все, отправляйте ему запрос, и он сейчас вас примет. Ну, дальше хотел еще по вопросу, что, где проповедовать? Мы вот проповедуем в зависимости от количества проповедников. Допустим, если у нас было такое, что 20 человек проповедовало сразу, было. Это значит, несколько домов 9-ти этажных, 12-ти этажных на лифте, потому что легко. Ну, 5-ти этажки уже хуже, потому что, если идут сестры там, ну, или есть братья там, полуинвалиды, то уже далеко там не побегаешь по 5-ти этажкам. Ну, и частный сектор тоже сложно в городе захватывать. Везде собаки, везде люди недоброжелательно относятся, потому что ясно, что город, постоянно кто-то ходит, и поэтому это не в деревне. В деревне намного интереснее благовестовать, менять люди доброжелательнее. Поэтому, в общем, у нас большие сектора, вот частного сектора в Барнауле неохвачены, потому что сложно. и 9-ти этажки, 12-ти этажки мы все прошли, и 5-ти этажки тоже, тоже это сложно, они есть. А вот новые, которые спальные районы в Барнауле, это считать больше полгорода, это мы все охватили, прошли, некоторые на два раза даже проходили. Евангелие в каждом доме, ну, не знаю, по нескольку десятков Евангелия оставляем всегда у нас есть. Или от гедеоновских братьев у нас такие были небольшие, а сейчас православные выпускают, очень хорошие, от патриарха Кирилла. Всегда у нас Евангелие есть, или наши материалы, которые выпущены в нашей общиной, автор Игнатий о крещении, о церкви, о покаянии, то есть, ну, о правильном крещении, троекратном погружении в воду, правильное, истинное крещение. О церкви, какая должна быть истинная церковь, о священстве, какой должен быть истинный священник, с житиями святых, по слову Божьему, конечно, по Библии все это там рассказывается, очень такие полновесные. Также там есть приложено табакокурение, там, бросать, так курить, и так далее, о матершине, обо всем есть, там, о Библии, материалы отдельные. Ну, то есть, если человек брал этот пакет, он мог верующим стать, если прочтет, ему сердце должно было открыться. Ну, и были такие случаи очень редкие, так что, ну, прибавление идет после благовестия, иногда люди откликаются все-таки, редко очень, ну, как сказал Михаил, возможно, что дверь язычникам закрыть, закрываются уже, поэтому Господь, как говорится, по одной душе еще просачивается, а так, с людьми говорить о душе, о духовном, или чтобы человек принял духовно именно Библию, очень сложно, потому что духовность, это, ну, такое, все, что не касается, что не жуешь, все туда относят, к этой духовности, что они прочитают, и спорт туда, и все, и собаки, короче, и тигров занесут. Пушкина, да? Да, да, Пушкина, но о Библии никто никогда не вспомнит до конца, особенно, что жить по Библии надо, это, конечно, всех ступор водит, не то, что там о воскресении Христа, слово воскресение Христа и вечная жизнь никто, никто не сопоставляет. Я слышал такое мнение, все любят искать истину, но не все любят ее находить, то есть, чтобы ее найти, нужно пожертвовать чем-то, а жертвовать никто не любит ничем, в общем, проблема-то, мне кажется. Человек не хочет меняться, вот он живет человек, его учили дома, без Бога, учили в школе, без Бога, учила улица, вообще кошмар, на работу пришел, все, где Бог, нету ничего, и все, и человек привыкает так жить, и привычка, говорится, вторая натура, и человек, когда он приходит ко Христу, а Христос говорит, покайся, покайся, это значит оборотись, ты неправильно жив, теперь оборотись в другую сторону, и там увидишь правильно, никогда не повернусь, там уже, называется, отвергнуться своего я, первым делом, когда идешь за Христом, как говорится, если ты встался за плуг, то не вороти рыло, назад, ну то есть, не отворачивайся, от этого труда, который переди тебя. Решимость должна быть, Серафим Саровский говорил о решимости, Блаженный Августин тоже говорил, Господи, отверти меня от греха, но только не сейчас, то есть решимости не было, так же и люди, мне кажется, как Августин говорил, так же и живут люди обычные, отверти меня от греха, но только не сейчас, если на потом оставить покаяние, но вот так это живут. Ну вот все, вот вы уже много знаете, теперь только нужно идти, благовестовать всем подряд, несмотря богатый, там на какой машине ездит, на велосипеде, или на самокате, или там на Лексусах, идти со всеми, беседовать, как потенциальными братьями во Христе, то есть подходить к человеку надо, не как к жертве, что все равно ты в ад попадешь, хоть я и подошел с Евангелем, а именно, что ты будешь спасен, и тогда, ну, какой-то отклик будет, и главное, у тебя будет в душе отклик, вот что я, дальше пойдешь опять, а если идти с унылым видом, там, нос, как говорится, у старого кофейника потертого, то, конечно, этого не будет, ну, как в пост, говорит, помашь лицо твое, голову твою помашь, умощись, ну, в общем, должен быть, радостно, когда, ну, все-таки, порой, порой атеисты подходят, атеисты порой подходят ко мне разговаривать, я, говорит, Богу не верю, говорит, но ты, говорит, гарантируй мне, что я в рай попаду, я, говорю, я гарантирую, такого не могу тебе, говорит, ну, вот как вот с ними разговаривать, они хотят и на елку взлезть, и рыбку съесть, как говорится, и без Бога жить, и в рай попасть, ну, что за народ такой, я вот не могу понять. Ну, они сами себя не могут отнести к атеистам, или к неверующим людям, поэтому мы должны людей относить, разделить, разделить, по большей части, а потом уже, вот у нас, в каком томе, сейчас скажу, в третьем томе, по-моему, или в четвертом, в четвертом томе, есть такой, такой раздел, это, также, открытым оком у Игнатиевича, категории людей, с которыми нужно, как говорить, с которыми, как нужно, с которыми, говорить о Боге, и там 24 категории людей встречаются. Посмотрите, я ссылку в чат скинула на это пособие. Спасибо. Да. И вот, если вы посмотрите, там очень поймете все. Там идут местописания, и в начале, значит, дается, такая, ну, не очень увесистое, как бы, даже краткое понятие, как вот человеку подойти, как что сказать, и потом идут в категории людей. И там, в частности, есть такие тоже люди, которые, как бы, себя считают атеистами, на самом деле, они не знают, что такое даже атеизм. Атеизм это тоже вера. И никак Бог к ней не относится. Как раз. Это антибога вера. А это наши уже доморощенные, непонятные люди, которые, которые хотят, чтобы жить, как они жили. Но на всякий случай можно было бы и покреститься. Вдруг поможет. Открываться. Причем, как раз крещение не троекратным погружением, а мочением коленок или там лобика из-за денег. Как раз им подходит очень сильно. Молодой век, только в ад это все. И священники завоспользовались, и народ развратил священство. Совершенно. Они спокойно тысячами к ним идут. И даже патриарх постановить, хотя выпускает постановление за постановлением, что только купели, баптистели, купели, баптистели, несколько раз в журналах этих, московской патриархии. И ничего не помогает. Вот это набрали коррекция. земель. Я в Фернском крае живу. У нас тут крестят окроплением, обливанием. Так вот, к нам едут из Свердловской области, там крестят погружением. Специально, чтобы тут полегче было танец совершить. Специально не хотят погружением креститься, а чтобы им голову помочили у нас. И вот так начинают закрещение. Специально ее до Свердловской области. Отец Павел в Камне на Абе, Ермоленко, он, когда узнал, познакомился с нами, беседовал со многими, и, в общем, в конечном итоге сказал, все, буду крестить только троекратным погружением. И там у него объявление, все, и приезжают к нему люди, как обычно, с младенцем, крестить. Он говорит, вот, надо, чтобы вы Евангелие знали. А сейчас пошли, где купить? Ну, пошли, взяли Евангелие, принесли. Вот у нас есть твое Евангелие. Он говорит, да надо его знать. Они, ну, как надо знать? Ты что? Нам вот ребенка крестим. У нас там все готово, дома уже там гости сидят. Ты давай крестить, что ты, ну, понимаешь, вот деньги, сколько надо, мы же знаем все. Он говорит, да нет, я там буду троекратным погружением там все это как надо. Нужно научение еще. Танин, ты что, совсем что ли сдурел? А он здоровый такой мужик. То есть было бы помельче, шелкушку бы дали бы и заставили может даже сделать. А тут попробуй своротить такую глыбу. Танин, да пошел ты, и матеркод его. Мы вот сейчас туда поедем, да покрестят. Так и есть, поехали к другому. Другой быстренько взял все, обмахнул и все. А он все как надо, бесплатно, даром получили, даром давайте. Матфея 10 глава 8 стих. И он везде цитирует, когда приходит, благоествует, мы с ним благоествовали, и он цитирует это, когда начинает говорить, он всегда напоминает, что бесплатно должно быть священие, троекратным погружением, руками истинного православного священия. Истинного еще подчеркнет с научением, да, все это. И, конечно, падает аж обморок. Да как так? Это действительно тяжело. А вот у нас в общине от 500 часов и получается от 3 до 5 лет это по святым отцам должно быть научение. 500 часов академических. И у нас так и проходило это все. Вот сейчас вот Крещение потеряете, а занятия в Барнауле идут. Ну занятия потеряете, но там церковь чистая. Там как бы оглашенных нет. А оглашенные, те, которые еще не пришли ко Христу, не крещены, а только научаются верить, они здесь у нас были. Я сам был оглашенным, но я был больше полгода. И так полгода было. Но есть люди, которые были несколько лет оглашенными, пока у нас совет собирается, решают, готов, не готов, экзамены. Батюшка тоже беседует. И занятия, которые вел Игнатих Мышлапкин в университете. Ну сейчас у нас закрыли университетские занятия. Сейчас у нас через интернет пошло. А то собирались по нам просто. Ну здесь в Барнауле. Ну сейчас хорошо, Господь дал интернет, теперь можно прикоснуться ко всему миру, чтобы люди слышали. И это часть того, что он говорит на лекции Игнатих. То, что в комментариях вот сейчас читали, то, что мы здесь говорим, это очень все, что мы слышали, подчеркнули на лекциях Игнатих Мышлапкина. Ну там разъяснение было о сегодняшнем православии на сегодняшний день. В общем, как надо жить правильно и как исполнять законы. Это самое главное для человека, который уже живет в церкви, которая освещает его. Уже благодать действует, это точно. Человек обратился, покаялся, принял Христа, крестился истинным правдим служением в воду. А теперь жить в церкви нужно. Как жить? Два варианта такого. Или монашество, или священство, говорят те, кто находятся в реальной церкви. Или монашество, или священство. Все. Больше никак мужчина не спасется. В семье спастись практически невозможно. С женой тем более. А женщина это вообще ломоть отрезанный. Ну бабушки еще может и спасутся. А остальные это вряд ли. Но оказывается все не так легко. Надо трудиться в церкви. Об этом говорят апостолы. Говорит Христос, как нужно трудиться. Нести благую весть. А вот это самое сложное. Тут научением просто не поможет. Потому что практика. Вера без дел мертва. Все однозначно. Мы должны показать веру и дел как говорит апостол Яковлев. Без дел веру показать невозможно. Пожалуйста. Скажите. Кто-то хотел сказать. Вопрос вносить внучих. Все закончилось. Молитвы и уходим. Еще две минуты. Давай. Коротко. Ну давай. Что значит освящение? в церкви. Как понимать освящение и святость? Каким образом освящается человек в церкви? Как действует таинство? Что помогает освящаться человеку? А как жилища как освящают? А как жилища освящают? А как когда священник крестит он освящает воду в которой будет? Сколько молитв считается на изгнание демонов? Всех этих барабашек человек думает там жить. Все освящалось молитвой. А молитвы какие-то священнические они знают. Это приоритет священника. А если его нету ну сам возьми святой воды покропи прочитай молитву Евангелие чтобы не было доступа нечистой силы. Освящение это благословение. Вот и все. Это не таинство никакое освящение. Мы все освящаем и куличи и все что есть. Освящение. Крапит водой считает молитву больше ничего нет. Это для нас выгоняют скотину у нас 6 кажется мая тоже освящает священник крапит скотину коров овешек чтобы падежа не было. Одно время тут куриный гриб придумали вырывает прям куриста. У нас крестный ход редко бывает но тут сделали крестный ход в каждый дом батюшка заходил и крапил скотину куристом все и ничего не было больше у нас и не было ее ну как предохранительный считай все Сережа молите сигбатиночку сейчас споем достойно 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 всякого истину вложить тебя богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего чистнейшую херумин и слонейшую без сравнения серопин без истин и область новорочную сущую богородицу величаем Отец Небесный во имя Иисуса Христа просим услыши молитву нашу исполни прошение исполни нас духом твоим святым чтобы жить по заповедям твоим и дай нам любовь желание при исполнении всего что установили нам святые отцы с радостью нести этот пост обуди всех благовестию расширь пределы общин даруй духовное рождение патриарху епископам священникам и пастию укрепи правителей дай им страх твой святой чтобы они знали что над ними есть ты царь царей и сохрани их от покушения на них даруй мир Израилю Россию Украине и Сирии тебе слава за все отец сын и святой дух аминь спаси христос спаси христос с богом всем спаси христос за все спаси христос спаси христос за все бережа а как мне быть когда тебя не будет а кто это говорил я надежда спаси христос что что как мне быть подключаться когда тебя не будет Сергей нас отключи а в чате читайте я вот сейчас в чате написал скайп Михаила вам нужно его найти и ему позвонить а где скайп Михаил у меня ничего нету читайте я написал перволинка 83 23 да ну вот там вот такой кругляшочек на него надо будет нажать и чат найти или я сейчас Михаилу Кальмаеву ваш тогда дам он вам позвонит Сергей отключи пожалуйста Игнать 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 ну пусть на красную кнопочку нажимает и все «Самелло» «Самелло»